Второй заход на приемку. Бог послал вот такой ящичек электрический. Навье, да? Киски 200-е. Тумбочки. Такой моторчик. 100-киловаттный, наверное. Двигатель трехфазный, 1962 год. 3,5 тонны, 6000 вольт. Жесть. Фига, вот меди-то, да? Забрали 3 тонны инструмента. Да, будем все выставлять на продажу. Потому как нам столько не надо. Но это абразивный. Там резцы. И еще там тоже резцы. Там круги абразивные. Тумбочки. И поедем еще второй раз. Потому что не вошло. Ну все, вот так валом навалено. Так что, может, половина побита. Уже побита. Придется выбросить. Шесть тонн инструмента. Это пипец. Шесть тонн, ребята. Это какие-то космические масштабы. Здесь тонна резцов. Здесь полтонны абразивных кругов. Ну вот, разгрузились. Это, конечно, за все время моего творчества самая большая партия инструментов. Кроватки полные от резцов. Хе-хе. Полные кефали. Да, шаланды полные кефали. Вот одна такая. Больше тонны, по-моему, весит. Так, ну, давайте сделаем коротенький обзор. Перебирать все равно. Тут, наверное, целую неделю, месяц будем. Так, вот это кроватка с резцами, а сверху круги и навалены. Такие чашки. 150-е или 125-е. Горелки, резаки. Это, насколько я понимаю, резьбонакатные гребенки. Это измериловка тут же свалена. Измерительные скобы, калибры. Фрезы, сверла. Так, тут развертки. Патронки, кулачковые. Ну, ржавые. Короче, все завернуто в каких-то бумажках, в мешках. Ничего не видать. Тут надо серьезно разбираться. Все это доставать, открывать. Поэтому даже я показать не могу толком. Такие фрезы. Новые фрезы. Такие или какие-то конские вообще. О, а этот ты видел, а это тебя заинтересует. Та-дам! Часкопульт советский, что ли? Даже, вон, еще пистолеты, но без бочков. Сюда краска наливается, сюда воздух. Вот он вылетает, а здесь ничего. Что-то еще, значит. Станция красочная, 71В. А другие. 90-й год, КРФП. А я себе, может, оставлю. Мы можем по всяким прайсам. Так. Вот такой мешок. Бэк. Такие какие-то монструозные. Огромные резцы. У нас поболе было. А это что, расточной? Я не знаю. Каналочный. За угла. Вообще. И быстрорез, и резцы. И маленькие, и большие. Фрезы. Ну, это огромные резцы. Это супер глубокое сверление тут. Это на Дипок. Дип 300, Дип 500. У тебя острая, держи. Ну, тут вообще и все исполинское какое-то. Тут немного измериловки. Ну, короче, разделили на два гаража. Я в свой еще, там, в часть увез. Там измериловка, абразива. А здесь вот это вот железо все. Короче, вот такие скобы. Калибр скоба регулированная. Ну, в общем, все новое. Схранение. Вот, мешок их. Протяжки. Заточенную тоже. Там были еще какие-то здоровые, гигантские вообще протяжки. Я их не стал брать. Взял, которые поменьше. Вот, обычные, шпоночные. Это, в общем, гвозди для дюбилей, для крепления пенопласта. Я набрал, не знаю, подойдут или нет мне. Проверю. Так, пластинки. Это сверлышки. Пластинки треугольные. Так, и здесь еще. Вот такой огромный тюк. С образенными кругами. Тоже, к сожалению, все свалено так. Но это не я сваливал. Так что, наверное, там много побитых есть. Вот такой мешок с маленькими кружками. Ну, в основном чашки. Ну, вот так вот у них разбиты некоторые. Такие вот всякие интересные. Резалит. Это не керамический, мягкий. Мягкий круг. Тоже интересно. А здесь полтонны, наверное, этого абразива. Вот еще мешок с кругами. Это родит кремния. Такие маленькие есть. Чашки. Потом, смотрите, ребята, забрал еще вот такой инструмент. Индикаторы для трудомера. Такие скобы. Индикаторные скобы С400. Все нульцевое. Все новое. Но с длительного, не всегда хорошего хранения. Вот такие наборы принадлежностей к индикаторам. Вот они вот так заджавели. Я их набрызгал тут этой ВДшкой. Вот тоже пять штук. И потом вот здесь скобы тоже индикаторные. Маленькие. Вот еще измериловка. Вот эти калибры. Скобы. Ну, это я думаю, что не очень востребованная. Да, измериловка. Это для ОТК. Для приемки. Да, пр, не, видите, настраивается. Проход, не проход. Такие большие скобы. Весь инструмент новый. То есть все из коробок. Тоже эти скобы. Ну, это все будем потом разбирать. Смотрите. Набрал еще вот таких ящиков. Сейчас сперва показалось, что можно их на продажу. Ну, на продажу три штуки выставил, но никто не берет. Как бы из них будем делать потом, типа, стенок, да, стенки, стеллажи переделывать. Ну, а для всяких гаражных нужд. Вот это такие вот электрические щиты. Новые, но выбросили. Вот там это малая часть. Там их целая гора была. Вот я взял штук 20-25. С креплениями. Тут все под Динрейки. Для проводов, для кабель-каналов. Кладки. Короче, монтируется на стену. Всякие отверстия для ввода. Заземление. Вот такой замок навесной. Делать, ну, в общем, промышленного исполнения. Толстое железо. Не то, что в магазине. Размер, по-моему, 630 на 700. Глубина 300. Кому надо, пишите в личку ВКонтакте или... Ну, или смотрите на Директ Лоте. Покрасил вот один стеллажик. Тоже очистил. Сейчас будем сюда расставлять, убирать. Так, тут еще установил вот эту тумбочку инструментальную. Вот еще, тоже тумбочка прикольная. Не успел покрасить. О, микроскоп у меня встал. Не успел покрасить, буду уже на месте их красить. Вот еще стеллаж. И он набит вот такими моторами. В общем, это двигатели 0,75 кВт. 870 оборотов. Тоже все нульцевые сохранения. Кому надо, они продаются в группе ВКонтакте и на Директ Лоте. Цена 1500 рублей. Все одинаковые. Новые, но маленькие, запыленные. Ну вот, смотрите табличку. Там клеммник трехпроводной. Выходит три провода. То есть остальные три надо либо искать. Ну, либо, по-моему, вот на 380 они, да. Ну, значит, звездой. Вот, звездой они включены. Так, еще немного погорожу. Короче, вот это помост, да, вот эти леса деревянные. Я к ним прикрутил вот такие колесики. Сейчас оно легко перемещается. Ну, эти не поворотные, а вот это поворотные колеса. Довольно удобно, кстати. Высота даже слишком большая. Там приходится на коленках ползать. Ну, где вот снижается крыша. Вот, а там в начале гаража нормально. Очистил вот этот верстак. Ну, насколько смог красить, буду тоже уже на месте. Ну, вот ящики еще. Ну, ящики тоже в ужасном состоянии. Надо их тоже обрабатывать, чистить. И они мне не нравятся. Слишком большие для инструмента. Его наложишь там, потом не вытащить. Ну, посмотрим. В эти шкафы уже металлолом складываю. Довольно удобно. Открывается и закрывается. Так, насчет измериловки. Вот эти скобы С400 будут стоить примерно 2000. Вот эти наборы. Они некомплектные. Из них вытащены индикаторы ЕРБ. Некомплектные. Стоить будут примерно 1500-2000. Там, в зависимости от состояния. Это тоже скобы С200 или С300. В общем, поменьше. Стоить будут тоже где-то 1500-2000. Так, забрал еще вот эти вот дюбеля для пенопласта. Да, для утепления. Может быть, понадобится. Может быть, придется обратно их увезти в два мешка. Там где-то еще гвозди лежат. Тоже целая коробка. Так, ребята, сегодня затарились по-крупному. Вообще, просто эпический был заезд. Заход на приемку. Да, напоминаю, что это я не подобрал, не нашел на приемке. Это даст инструмент с приемки, но мне дали его, дали мне его на реализацию. Поэтому весь инструмент будет продаваться постепенно на Директлоте. И ВКонтакте, в товарах. Так просто, как бы в обход площадок я продавать не буду. Можете не писать мне отдельно, там, личными сообщениями, потому что это вносит хаос. Все будет выкладываться на Директлоте, да, создаваться лоты. И там спокойно можете, кому надо, забронировать. Чекайте, мониторьте барахолку, да, чтобы не упустить. Ну, вы видели, инструментов очень много. Требуется довольно длительное время на его переборку, разборку, там, осмотр. Вот этим будем заниматься, ну, этой зимой. Ну, сейчас у меня есть еще дела поважнее. Надо ставить печь, дымоход, потому что начинаем замерзать. У нас уже минусовая температура. Но так мастерская продолжает свое развитие. Переходим уже на какие-то промышленные масштабы. Конечно, покупать я бы этот инструмент не стал. Потому что, ну, вы видели, он, как бы, конских размеров для промышленных, для больших станков. Не для гаражных, там, хоббийных дел. Там, огромный, тяжелый инструмент. Поэтому я и беру его на реализацию, то есть бесплатно. А там, как пойдет торговля, удастся ли его продать. Может, половину, а я, скорее всего, уверен, что больше половины придется отвезти обратно на приемку. Ну, вот такие новости. А на сегодня это все. Всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok